всем привет значит сегодня я хочу сделать обзор магнитов для сварки точнее магнитов облегчающих сварщику жизнь как вы видите вот допустим для различных соединений под различными углами в принципе на этих магнитах самые распространенные углы то есть вот возьмем большое и покажем 90 градусов прошу прощения 90 градусов 45 градусов 135 градусов вот ну все это видно кстати все ссылки будут в описании под видео зайдите посмотрите магниты разные магниты есть больше есть вот такой вот формы магнит между двумя гранями как видно 30 градусов или блестит 45 градусов дальше 60 градусов 75 градусов но 90 как и мы видим 135 вот следующий магнит в принципе аналог но поменьше размером кстати я совершенно забыл вам сказать значит так ширина этого магнита собственно говоря вот вы видите двадцать четыре миллиметра ширина этого магнита 13 миллиметров вот иди-ка сюда также ширина этого магнита тоже 24 и собственно говоря вот еще есть магнит включаем тоже вот такой вот формы то есть обратите внимание он не магнитится но когда мы его включаем он сразу же начинает магнитить вот с любой стороны очень удобен такой магнит у него тоже есть носок для вот вы есть на карте все видите на схеме 45 и 135 90 а вот и ширина этого магнита у нас 33 миллиметра вот ну в принципе мы можем могу взять линейку все углы по перемирять но я не думаю что вам это будет надо самое главное что в этих магнитах что вот в этом что вот в этих вот всех магнитах вот давайте я вам покажу на маленьком вот смотрите когда мы делаем соединение вот конечно же вот так какая тоненькая труба профильная это у нас пятнашка если я не ошибаюсь такая тоненькая профильная труба вот этот магнит она допустим провалится туда вот середину а вот а тоненьким магнитом она наоборот посмотрите мы выставили да кстати обратите внимание что можно снаружи выставить угольничком подровнять свести а можно еще взять один магнит и положить здесь сверху чтобы сравнять вот ну то есть другой магнит мы здесь провариваем и обратите внимание что у нас есть место ребят я прошу прощения сварку не буду показывать на эту камеру у меня есть несколько проектов которые я в ближайшее время на своем канале плавит планирует снять там будут эти магниты на вот у меня сейчас я на эту камеру не хочу убить в ней матрицу потому что у меня в другой камере я пару раз снял сварку и матрица стала выбеливать в это я не хочу убить это новая моя камера я не хочу мне убить матрицу так что извините но потом с нему покажу то есть смотрите мы вот сюда вот можем подлезть электронам то есть углы даже если мы вы здесь наверное сделаем шов сварочный вот это из-за того что вырезан угол вот мы сюда элементарно можем подлезть что магнитом как измерителем и давайте вообще даже посмотрим вот обратите внимание вот этот калиброванный угольничек я его подкладываю идеально потом точно так же от этой же компании у меня есть угольник подкладываем угольник сейчас я замеряю смотрите ровненько 90 градусов так что но я думаю вы понимаете и к тому же как вы видите все это на весу то есть я сейчас сварочкой . поставил по периметру 4 штучки или 3 да и 2 хватит не лучше 3 все-таки как 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 минимум 3 поставил точечки на сварку прихватки и все снял магнит обварил вот то есть магнитом варить естественно не надо магнит только для прихватки или же вот скажем дальше чего тут говорить вот обратите внимание я щас вам даже покажу вот я тут делаю столик вот одна из ножек моего столика буквой т профильная труба плюс круг но мгновенная круглая труба вот смотрите даже берем от этого магнита я при помощи его же и варил во первых благодаря тому что вот здесь есть прорезь труба как бы центрируется то есть я всегда магнит поставлю по центру трубы и он направляющий и когда я придвигаю к своей профильной то есть вы видите там даже то что есть шов я спокойно могу подлезть ну и вот так вот вот таким то образом я варил ну вот здесь тоже 90 градусов и с разных сторон четырех то есть четыре две такие трубы я сделал четыре сварочных места да кстати вот у этих магнитов в этих магнитов вот здесь вот эти вот вырезы для того чтобы ну допустим против трубы я через какое-то время планирую вот этот стол сделать как сварочный то есть мне нужно будет наварить из профильной трубы такую раму и естественно мне будет очень удобно я вот сюда вот кладу на магнит на этот или на второй магнит кладу профильные трубы то есть они одновременно центруются они одновременно друг относительно друга ну вот это у меня просто образец какую-нибудь трубу надо купить ну вот то есть они центруются и на одном расстоянии друг относительно друга я их просто наваривают вот то есть вот так вот ставил здесь взял другой магнит тоже скажем вот поставил 90 градусов относительно вот этой плоскости вот здесь вот относительно друг друга все отлично вот все проварено все классно все ровно и самое главное вот смотрите допустим хочу вот взять кусок арматуры из нее я хочу сделать крышку во-первых ну центр я вычислил ладно не раз для многих сварщиков приварить арматуру без завала то есть идеально ровно это бывает проблематично то есть можно сделать какой-то кондуктора я вот раньше делал я на сверленном станке сверлил в деревяшки отверстие сверлил железе отверстие переворачивал подваривал снимал деревянку проваривался было ровно сейчас же мне это не надо я беру просто магнит вот выставляю в центру подгоняю арматуру арматура центрируется и ну смотрите 89,9 вот 89,9 а другой угол вот то есть как я сказал из-за того что арматура старого в середине двух вилочек то естественно она сцентрировалась и также потом на этой крышке будет ручка т-образная буквой т то есть ну с обратной стороны естественно я этот кусок арматуры отрежу я вот так же ее просто приложу сверху и сварю вот то есть у меня получится ну что-то вот типа такого только из более тонкой арматуры точно также очень удобно проваривать трубы я не знаю вам когда не приходилось или нет скажем делать какой-нибудь типа стеллажные опоры под 45 градусов вот обыкновенная дюймовая труба вот как я уже сказал благодаря впадинам центрируется все но я надеюсь что вы видите ну конечно вот здесь вот неправильно у меня вырез так я просто взял заготовки они трубу которую я буду сейчас резать вот пусть ну и в крайнем случае если даже труба тяжелая как вот сейчас магнита силы не хватает труба у меня выкручивает я могу бы здесь от одеть струбцинку вот здесь прихватить труба прижмется и естественно уже на это место выставлять другую трубу под нужным не углом ну естественно также вы понимаете что можно благодаря вот этим впадинам тоже трубы выставлять или какие-то там профильные трубы или уголки на определенном расстоянии друг от друга вот все то же самое можно сделать и с другими магнитами то есть вот допустим с этим вот то есть здесь тоже две плоскости здесь тоже нужные углы мы тоже здесь вот можем взять 90 градусов у нас будет я возьму трубу она более легкая посмотрите она точно также центрируется я уже тем угольника мерить не буду я вот это подгоню вам покажу но видно что вообще зазора нету стоит идеально просто ну вот то есть ну я вам скажу что если вы занимаетесь сваркой даже для себя немножко танки-то ворота заборчик подварить мангальчик сварить даже банально тот же могли мангальчик стенки выставить по квадрату ровному имея какие-то магниты у вас ну сразу же отпадает надобность в куче струбцин но вас сразу же отпадает надобность в каких-то кондукторах самодельных вот то есть вы взяли магнит поставили к центру что-нибудь то что нам нужно приварить подставили даже вот видите я узкую узкую полосу поставил грани вот она зафиксировалась на точке хоп хоп поставили все идеально ровно или вот допустим сзади меня стоит забор я помню когда мужики его варили это был конечно ужас они все эти направляющие выставляли выставляли по уровню здесь по уровню выставил столбы к столбу приставил на нужной высоте поставил магнит высоко ухожу да и вот допустим приварил которую нам нужно какую-то поперечину вот и опять же опять же вы еще видите да опять же смотрим вот этого сама полоса кривая вот это вот сама полоса кривая а вот здесь вот вот я на просвет смотрю здесь идеально 90 градусов вот то есть вы видите что разные конструкции элементарно собирать также из вот этих четырех магнитов можно собирать какие-то квадраты вот что я скоро буду делать то есть у меня пришла идея на свой мега мангал гриль сделать сковороду из мрамора но сам камень я не хочу положить на решетку я хочу для него сделать раму там специальную вода еще куча куча всего будет там хочу сделать вертел себе и ну кучу всяких дополнений приспособ и естественно естественно все это буду показывать и все это буду снимать возьму просто другую камеру которая мне не жалко старенькую буду есть снимать и буду естественно вам показывать но пока что я думаю вы понимаете вот и опять же очень удобно сводить пустое место мы подобрались электроником проварили раз провалили два сняли магнит вот здесь вот подобрались электроником проварили и видите везде есть места и у всех у всех этих магнитов у этого вообще место вот и также надо сказать что огромный просто колоссальный плюс просто ну фантастический плюс вот этот магнит этот магнит может сказать для тонких работ который включается то есть вот смотрите если мне надо вот эту арматуру выставить идеально в центре вот допустим я не могу двигать на кривая труба еще я взял трубу она кривая смотрите я начинаю двигать у меня магнит присасывается я смещаю я оп я увидите смещаю это не всегда удобно не всегда иногда мне надо я сначала выставил ах как же сейчас мне закрепить очень часто такое бывает закрепляем мы поставляем выключенный магнит положение выкул мы его просто подставляем вот подставили отпустили на свободные руки мы взяли сварку одели маску сходили пивка попили отдохнули но держит он держит он никуда не денется поставили на точке как нам надо все отлично все никаких проблем все держится и даже самое главное вот сейчас разметка наша не сбита и сейчас мы взяв маленький молоточек мы можем аккуратненько подстучать подвигать выставить оп 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 на точке поставили все отлично все классно все держится вот то есть вот это вот очень классная очень просто фантастическая вещь то что она есть и самое главное когда мы проварили или же нам нельзя нам надо мы неправильно быстро нам надо убрать как вы видели если я буду убирать в тем магнитом вот этим у меня сразу поднимается нижняя плоскость я заколебусь ее от открывать бывает что это нельзя потому что она может быть тоже выставлено относительно какой-то другой там поверхности плоскости конструкции а вот сейчас вот смотрите я очень нежно аккуратно отключаю магнит очень нежно аккуратно убирают трубу она не примагничена и очень нежно аккуратно убирая 2 магнит он тоже не примагничен в этом просто феноменальный плюс то есть ребят я вам скажу что вот вот эти вот магниты это просто фантастическое подспорье для сварщика потому что я вам даже покажу у меня вот здесь лежит но смотрите вот этим вот я пользовался вот магнит из старого динамика вот и вот еще какие-то магниты тоже из старого динамика огромный минус этих магнитов конечно в них есть и плюс то что иногда маленькие магниты бывают удобно но я их и не выкинул как вы видите вот но в них есть минус во первых они на себя набирают только пылище грязище это просто ужас конечно этот магнит тоже наберет на себя пылище грязище но самое главное что мы просто пальцем протерли ее здесь нет здесь же надо ее выколупливать и самое главное если это магнит упадет они падают ничего страшного не будет если этот магнит я сейчас также кину он просто треснет у меня таких магнитов было десятка два падает раскололся у меня вот сейчас подо мной бетонный пол плитка бетонная вот магнит упал напополам магнит упал напополам его конечно можно использовать но мы его уже не будем использовать а так идеально он уже ровным не будет вот в этом тоже есть огромный плюс а неодимовые магниты ну вы сами понимаете что при нагревании от сварки буквально там один-два раза из магнита ничего не осталось не конечно можно использовать но вот в этих магнитах есть колоссальный плюс и мне не по крайней мере очень понравились ну то есть продуманная хорошая вещь я знаю что сварщики пользуются часто ими вот я доволен вот какая говорил все ссылки ребят будет в описании под видео вот подписывайтесь на канал будут еще различные проекты самоделок в которых не раз эти магниты будут встречаться будут сверкать это магниты которые мне понравились я считаю что ну и то что я считаю если бы я не считал я бы их не взял вот а давным-давно я пользуюсь магнитами и как скажу вам переломал их огромное множество прикольно мне нравится эти вот даже вон смотрите уже видите уже откололись кусочки он всего лишь упал на стол и они они разваливаются переломываются моментально и не держит они с такой силой даже вот смотрите вот вы видите что я любым из этих магнитов поднимаю плиту даже вот этим самым малым вот этим большим я не подниму эту плиту еще раз он ляпнет вот уже уже осколки от него полетели так что это это не решение это и так чтоб было вот ну что на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео хочу выслушать ваше мнение по этому поводу и конечно же конечно же все ссылки будут в описании под видео и конечно же как и обещал не сразу но у меня есть проекты я планирую что за эту остаток этого лета за осень много чего сделать хотелось бы по крайней мере планировать я не планирую но хотелось бы много чего сделать удачи по сварке и они еще не раз будет миликать моих видео ребят все всем пока миликать моих видео а миликать моих видео и или а